добрый день друзья многие из вас читали мою книгу метафизика человека люди клоны химеры и я вам напомню такой интересный момент и когда я делал ее презентацию в магазине библио глобус это на лубянской площади какая-то гадина умудрился это было лет 10 тому назад уже какая-то гадина видимо из товарищей которые нам совершенно не товарищи успела стукануть на лубянку но вот такая книга какая-то там показывается пришли естественно люди стали смотреть я даже двух слов еще не успел произнести но в этой книге нет ничего и спокойно прошла дальнейшая презентация кадры из нее я вам показываю и что интересно было в этой книге я десять лет тому назад поставил те самые вопросы куда идет развитие человеческого общества и на эти вопросы мы сегодня по истечении этих десяти лет уже получили часть ответов а некоторую часть ответов еще получаем сейчас я вам хочу немножко развить эту тему в сторону химер химерами напомню называется существо в котором находятся генетические маркеры представления и части других разных организмов совершенно разных организмов ну допустим как раньше изображали химер голова петуха тело змеи ноги какой-нибудь ящерица и так далее так далее так далее еще и крылья какого-нибудь там голубя условного и вот это химера она раньше будоражило наше с вами восприятие своим небывалым видом и мы просто смотрели и удивлялись как же это так совместить в одном живом организме такие несовмещаемые от разных организмов качества и проявления а сегодня мы с вами уже в этом всем живем мы просто не замечаем этого потому что нам с вами не говорят об этом и затаивают информацию любыми способами дело в том что вы все знаете различные фирмы которые занимаются генетическим модифицированием продуктов питания и других естественно каких-то живых существ да мы сегодня с вами получаем покупаем в магазинах например помидоры которые все одинаково кругленькие и не гниют долгое время получаем огурчики покупаем еще какие-то вещи кур каких-то одной породы определенного размера определенного вкуса различные крупы все уже модифицированы генетическим образом и многие из вас знают но просто не помнить это все время чтобы не сорять себе голову а я вам напоминаю что например в тех же помидорах содержится ген на условно конечно я сейчас говорю я же не делал экспертизы содержится ген допустим скорпиона который улучшает например те самые показатели сохранности этого самого продукта под названием помидор получается так что в одном растении в одном растении собраны гены для разных качеств для проявления разных качеств собраны гены от различных живых существ не обязательно растительного происхождения получается так что мы сегодня имеем перед собой и своем распоряжении в качестве обычной пищи уже готовые организмы которые составлены по технологии химер в этих самых помидорах огурцах яблоках грушах сливах и тому подобное сидят не только генетические элементы от растений которыми они в общем то какой-то части в значительной и являются еще но и уже сидят элементы от животных и элементы от различных других в том числе и от насекомых и это настоящие химеры мы сегодня питаемся химерами а вы знаете и пословицу эту что ты ешь кем ты и станешь то есть мы потребляя эту пищу химерическую пищу становимся постепенно химерами отсюда естественно на мой взгляд все эти болезни от самых легких типа аллергии до самых тяжелых типа рак они формируются вот таким способом конечно это все очень выгодно почему потому что каждый человек сам борется за свое здоровье и за свою жизнь сам он обязан где-то работать добывать какие-то деньги все больше и больше денег чтобы тратить их не на автомобиль не на танцы под луной а на уничтожение и излечение последствий его внешней химеризации а выиграют кто ну естественно производители этой продукции они получают дополнительные высокие доходы естественно те медицинские популяции которые занимаются излечением того что получилось в результате химеризации того человека который заболел и на всем этом естественно наживается то или иное государство которое берет налоги и с производителей из человека который работает вынуждена работать ну и естественно с медицинских работников которые наживаются на заболевшем человеке вот такой клубок проблем это я вам объяснил чтобы вы понимали что происходит сейчас и вы знаете я хотел бы отметить что вот месяц этот февраль месяц февраль 2024 года он отметился допустим в москве я не знаю как в других регионах в москве он отметился тем что почти поголовно все болели какими-то странными заболеваниями которыми раньше никто не болел то есть это как бы вроде ОРЗ вроде как бы грипп какой-то вроде как что-то такое из простудных но оно вот проистекает как-то вяленько очень муторно заставляет что-то покупать как-то лечиться но человек все равно остается работоспособным и во многих офисах во многих офисах продолжали ходить на работу все больные вернулись к масочному режиму и так далее может быть это что-то такое в виде какой-то микроэпидемии может быть но никакие государственные службы об этом не сообщали это как бы наблюдение такое изнутри а самое главное что я вам перед этим делал ролик о том что опять небо становилось расчерченным этими самыми самолетами которые что-то из себя выпускают какие-то продукты которые висят часами в воздухе и потом куда-то пропадают осаждаются или еще что-то делается причем вы знаете на днях я снял самолет который летел над москвой обычный самолет на той же самой высоте при таких же самых условиях он летел днем я его заснял чуть-чуть успел заснять и от него не было никакого следа не было никакого инверсивного инверсного слоя на который все время упирают те самые люди которые против теории заговора которую они считают некоторые преподносит им в виде вот этих самых химтрейлов но закономерность вот такая проявилась что химтрейлы были месяца полтора месяц тому назад каким-то образом по небу проявлены а потом целый месяц московское население болело непонятными респираторными заболеваниями если в этом какая-то связь или нет я не знаю этим занимаются совсем другие службы я просто вот обратил на это внимание для меня вопрос наметился в этом моменте так вот если это происходит то получается так что снизу из магазинов нас подкармливают пищи которые фактически являются химерами и мы поедаем химерическую пищу химерическую а с другой стороны с неба на нас сыпят я самые преобразующие генетику возможно какие-то вещества от которых мы вдыхая их через органы свои получаем определенную дополнительную дозу обработки возможную дозу обработки что в результате нас ведет к этой самой химеризации более усиленными темпами представляете вот такую двухкомпонентную обработку первый компонент вводится через пищу и человек как бы этого не замечает то есть органы его работают нормально а потом он как некий закрепитель вдыхает что-то через воздух и вот она уже запускает необходимые процессы в этом человеке но этот самый фильм я вам сделал не для того чтобы вот это все рассказать это была необходимая преамбула а для того что мы с вами удивляемся знаете на что на те народы которые сейчас мигрируют в наши с вами места жительства и для нас интересным здесь для большинства из нас является не только их поведение а сам внешний вид и вы знаете ученые нам говорят что человек якобы вышел из африки из эфиопии я вам много раз говорил почему из эфиопии потому что в эфиопии была организована библейская цивилизация и из другого места у верующих ученых просто человек выйти никак не может хотя в эфиопии не найдено никаких археологических подтверждений вообще цивилизации какой бы то ни было ну вот верующие ученые а сейчас они только они эти верующие ученые существуют они говорят что вот человек вышел оттуда и он еще не был чернокожим потом он прошел по азии там стал монголоидом и сменил цвет кожи сменил свой костяк все остальное а потом пришел уже в наши русские европейские земли где стал белым сменил опять костяк рост все кости поменялись определенным образом но те кто занимается антропологии понимает о чем я говорю и всегда очень интересно как это происходит как это происходит вот если например берем тех самых голландцев условно они уехали в южную африку и устроили там свой этот кептаун допустим юар но что-то они никак вот не чернеют со временем я вам показывал карту расселением раз которые совершенно никаким образом не коррелируют с этими процессами о которых говорили антропологи там на этой карте просто показано что есть кольский полуостров центр сегодняшнего магнитного полюса условный большой центр естественно там только белые и все остальное кругами от него расходится меняя цвет кожи есть и моя собственные концепции я вам уже говорил что она связана с изменением во времени устройства земли сейчас я не буду даже вспоминать больше но еще есть одна ситуация в начале двадцатого века было организовано общество общество международной патологии по моему она называлась так о нем есть сведения в энциклопедиях но потом его закрыли почему потому что это общество организованные самыми большими учеными того времени которые занимались эволюционными процессами и самое главное переселениями миграциями живых организмов имеется ввиду конечно же и животных и людей вместе взятых а также и болезнями их миграционными болезнями и вот тогда люди эти ученые они уже обратили внимание что при перемещении из определенных территорий в другие территории переносятся и заболевания и генетические модификации но сами эти генетические модификации появляются на исходных территориях в результате того каким образом человек или животное интегрирован вот в эти самые цепочки пищеварения пищевые цепочки указанного региона то есть я к чему все это привожу к тому что по закону биологическому человек уже является химерой которая формируется в его облике в его организме соответствии с тем регионом в котором он живет в человеке есть биота определенные вы сами знаете и в желудке и везде которые необходимы этому человеку которая в какой-то части паразитическая на человеке живут различные другие существа человек охотится выращивает что-то то есть есть микро определенная жизнь которая этого человека подпитывают ресурсами и он выращивается на этом ресурсном поле той самой химерой которую производит это самое поле и когда он перемещается в другое место в другом месте где образовалась другая химера человека она смотрит на него и видят что они по-различному устроены в том числе и визуально вот представьте что вот все разные виды человека я имею ввиду виды внешние они были образованы таким именно образом что где родился там и пригодился что ел тем и стал и получается с одной стороны что мы человечество являемся набором этих химерических различных народов в какой части химерических с другой стороны все эти фирмы и государственные в том числе те которые занимаются генетическими добавками генетической модификации продуктов они изменяют свое население своего государства своих территории или чужих территории в каком-то нужном или случайном режиме потому что я не знаю намеренно ли это делается или нет а с третьей стороны самое интересное что вот эти самые добавки иногда намеренно вносятся и получается в итоге совсем другой химерический человек сейчас мы это с вами видим когда нас заставляют пока только начинают но уже заставляют через сми потреблять тех самых кузнечиков и всякую эту лабуду которая безусловно изменит наш генетический код и мы станем новыми химерами которые и будут проживать здесь возможно я конечно сейчас шучу у кого-то отрастут ноги как у кусничек он будет прыгать у кого-то вырастут крылья но это все шутки на самом же деле мы должны понимать что к своему здоровью нужно относиться бережно начиная с пищи где родился ту пищу нужно и есть я понимаю что многим людям нравятся заморские какие-то угощения но чем их будет больше тем быстрее вы поменяете свой человеческий облик в какую-то сторону внешне конечно вы не станете представителем другого народа сразу но вы представьте что ваша пищеварительная система система дыхания она получит первый удар вот этих новых генетических продуктов нового происхождения и она станет либо буксовать либо сопротивляться либо перестраиваться под новые продукты что естественно повлияет на всю систему вашего здоровья и эта система начнет сбоить условно говоря от одного маленького апельсинчика может быть ничего не произойдет но если вы любите апельсины и едите их очень много то возникнет естественно аллергия аллергия это и есть проявление чужеродной пищи которая оказалась на вашем столе но это как один из вариантов а заключение я отмечу вот что как я уже сказал что конечно в будущем станет много химер различных я не говорю что напрямую крылья вырастут у человека или там восемь лапок как у того самого кузнечика или сколько их там у него но есть и такая версия поэтому когда мы сегодня видим людей в виде мигрантов ну допустим это европа это америка там же все эти процессы более активно идут и более разделенно по представителям когда мы это все с вами наблюдаем то мы удивляемся почему столь различные представители различных народов и видимо видимо различны именно по этой тематике что питались и воспитывались в своих регионах по-разному на различной генетической базе и получились различные и самые варианты человека то есть варианты нормального человека возможно где то есть а другие варианты в той или иной степени химерические по отношению к этому нормальному но правда неизвестно кто нормальный кто ненормальный это уже вопрос такой больше политический дискуссионный и нас он сейчас уже не интересует